Корь – это высокозаразное заболевание, которое вызывается вирусом кори. У инфицированных людей вирусом кори поражена слизистая оболочка носа и горла. Когда они чихают или кашляют, капли влаги распыляются в воздухе. Вирус в этих каплях может оставаться активным на поверхности в течение двух часов. Вирус распространяется при соприкосновении с этими инфицированными каплями. После контакта с вирусом кори, как правило, проходит инкубационный перевод длительностью от 10 до 12 дней, в течение которых признаки заболевания не проявляются. В течение этого времени вирус начинает размножаться и заражать клетки дыхательных путей, глаз и лимфатических узлов, тем самым повышая уровень вируса в кровотоке. Первый этап заболевания начинается с насморка, кашля и небольшого повышения температуры. По мере прогрессирования инфекции, глаза человека становятся красными и чувствительными к свету. Второй этап кори отмечается высокой температурой, которая иногда достигает 103-105 градусов по Фаренгейту и характерной красной пятнистой сыпью. Сыпь обычно начинает появляться на лице и затем распространяется на грудь, спину, руки и ноги, в том числе на ладони рук и подошвы стоп. Примерно через 5 дней сыпь исчезает в том же порядке, в котором она появилась. Маленькие белые пятна, так называемые пятна коплика, могут появиться во рту. Человек с корью может быть заразным до 4 дней до и после появления сыпи. Эффективная вакцина ММР против кори обычно дается вместе с вакцинами против эпидемического паротита и менее тяжелой немецкой кори – коревой краснухи. Эта вакцина содержит ослабленные или убитые формы вируса, которые стимулируют иммунную систему организма признать вирус чужеродным. Поэтому иммунная система может гораздо легче определить и уничтожить любой из этих вирусов, обнаруженный в будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова